Красноярск Все началось, как-то неудивительно, с визита в Красноярск Владимира Путина. В кои-то веки эта тема его затронула, заинтересовала и он к ней не остался равнодушным. Вернувшись в Москву, он дал поручение Медведеву разработать до 15 июня программу мер по улучшению экологии. Затем во время обращения к Федеральному собранию он упомянул черный снег и экологическую ситуацию, напряженную экологическую обстановку в Красноярске. И, наконец, накануне, на прошлой неделе в Красноярск приезжал министр экологии России. Он посетил ряд предприятий, провел закрытое совещание с риегубернатором Александром Усом. И все закончилось на том, что начинается большая работа до лета по придумыванию вот этих вот мер для улучшения экологии. Задача непростая, за два года сделать так, чтобы красноярцы почувствовали улучшение. Как вы воспринимаете весь этот процесс, то движение, которое началось? Ну, знаете, вот я с недоверием к этому отношусь. Ну, во-первых, то, что весь город уже кричит и воет от экологии в городе Красноярске, от черного неба. Ну, наверное, уже Господь Бог должен услышать этого. Да, и мы, Инна Владимировна Владимировича, писали письма и три вопроса задавали, когда он приезжал. И, возможно, он услышал эту обстановку, которая сложилась в городе Красноярске и принял это решение. Ну, и я помню, мы обращались к председателю правительства по поводу, чтобы газификация региона. Это уже сегодня, оно на таком пике стоит, что что-то надо делать в городе Красноярске. Мы понимаем все, что на сегодняшний день не контролируется промышленная финансовая группа на территории Красноярска, города Красноярска. Это связано и с алюминиевым заводом, и с ТЭЦ, и выбросы автомобилей, или того же транспорта общественного типа автобусов, которые давно уже надо было списать на металлолом, они до сих пор сегодня ездят по городу Красноярску со своими выбросами этими, которые на сегодняшний день осуществляются. И вот то, что на сегодняшний день президент затронул эту тему и сказал, что дал указание в прямом смысле председателю правительства, я это тоже читал, до 15 июня подготовить документы. Я понимаю, что это такое. Подготовить одно, а потом я увидел реакцию после приезда того же министра по экологии, Сергея Донской. Я так понял, что он приехал прокатиться здесь, и не более того, прохладиться здесь, и побывать в гостях у нас, и уехать с таким настроением, ничего не приняв, ничего не сказав конкретного. А какая конкретика должна прозвучать из его уст? Вот, знаете, я другое скажу, это подчеркивается о том, что у нас нет власти, нет государственной власти, которая должна служить народу и обществу, которая должна реагировать на все вещи, такие особенно, чрезвычайные ситуации, как у нас в городе Красноярске. Посмотрите, уже назвали, что город Красноярск один из лидеров стал по заблизнению среди городов мира. Этого мало, что ли? Здесь уже надо создать чрезвычайную комиссию и начать работать с этим. И работать с алюминиевым заводом с очистительными, и с теми предприятиями, которые сегодня понастроили без разрешения этих всех маленькие такие кочегарки и ТЭЦ, которые дымят, все остальное. И с ТЭЦ, ведущими компанией СГК, которая сегодня пришла на наш рынок, на территорию Красноярска, и плюс с этим транспортом, который, все остальное. И принимать конкретные меры. Не ходить прокурорам, которые отвечают за экологию, по частному сектору и выписывать предписания, которые люди топят дровами свои дома. Мы уже опустились, и все мы до последнего, потому что туда для них закрыт вход. А вот к частнику, последнему человеку, который еле-еле выживает, они могут прийти и последнее у него отобрать. Дмитрий Петрович, давайте разберем немножко даже вот те наброски, которые уже озвучены. Вот я другое хочу сказать. Я хочу подвести все-таки, сказать, что на самом деле вот президент дал команду, а как она исполняется, им плевать. Я увидел реакцию, идет полный саботаж. Идет полный саботаж его команды. И это не первый раз это видно. Я просто скажу, я 14 лет смотрю послания из года в год. Но давайте друг другу скажем, как оно исполняется. Все те люди, которые вся там власть находилась. Не буду брать другие регионы. Берем наша красноярская власть, депутаты Госдумы там, временно исполняющие обязанности губернатора там находился. Он должен приехать и начать исполнять эти указания и послания, претворять жизнь. И это было 14 лет. Они все на каждое его слово аплодируют, но приезжают на место и забывают про это. Это не сегодня родилось. Почему я и начал. Власть должна служить народу, обществу и людям. Если она этому не служит, это не власть. Это не власть. Это колонизаторы. По-другому я не назову такую власть. И то, что на сегодняшний день развилось на территории Красноярского края, ну знаете, мне, я как руководитель, я помню, мы занимались очистительными сооружениями. Как к нам приходили прокурорские работники и требовали от нас. Это было, ну сколько, ну 20 лет назад. Почему сегодня этого не делается? Когда мы видим сегодня все то, что происходит, все пытаются защитить. Ну это не только алюминий завод, не только ТЭЦ, ну и автомобильные выбросы. Я согласен с этим, но с этим надо решать, а не просто рассуждать. Конкретно принимать меры. Если мы конкретные меры не будем принимать, ну поверьте, ну вот мы говорим, что так получилось, что из Красноярского края построили колонию. На сегодняшний день руководство власти, наше краевое, только общается с промышленно-финансовыми группами. И конкретных действий никаких. А промышленно-финансовые группы сегодня, которые захватили Красноярский край, сегодня делят свои интересы в Лондоне, в суде. А не в России, не в Красноярском крае. Вот это все дает на все ответы. И мы можем не говорить о политике здесь, просто мы видим, что страну захватили уже. Мы можем долго рассуждать, рассусоливать, говорить о выборах, о всех нарушениях, все остальное. Это уже все так поставлено. Поставлено, колонизировали Россию. И мы все смотрим, и соучастники этому всего. И общество, и население превратилось именно в наблюдателей, как нас потихонечку разрушают. Внутренне разрушают, сознательно разрушают, психологически убивают. Все делают для того, чтобы жить у нас было невыгодно. Почему невыгодно? Невыгодно, что вот на сегодняшний день, я вам скажу. Приезжал президент год назад. О чем он сказал? Построить от Емельянова до Красноярска железнодорожное сообщение. Прошло буквально сколько месяц, краевая власть заговорила, что это невыгодно делать. Помните все. И забыли эту тему. Сейчас президент снова приехал, и снова об этом начал заговорить. Да слушайте, если бы я сказал один раз, что бы было. Но как это так? Потому что никто не хочет решать. Это невыгодно. Для красноярцев ничего не выгодно. Ни газ не выгодно. Я сегодня уже это понял, когда временно исполняющий обязанности заявил, что 5-10 лет рассматривать будут этот вопрос. Ничего. Невыгодно ни медицинское качественное обслуживание, ни качественное образование. Невыгодно ничего для нас. Мы прежде всего должны все делать то, чтобы было выгодно жить человеку на этой земле. А у нас выгодно только, смотрите, продавать электроэнергию за рубеж, которую мы сегодня для нашего бизнеса на территории Красноярского края до 7 рублей, а за границу до 70 копеек. То есть 10 раз дешевле. 10 раз дешевле. Это о чем говорится? Выгодно продавать алюминий, выгодно продавать никель, выгодно продавать уголь. Все выгодно. Только невыгодно для людей что-то делать. Тех, которые живут на этой территории. Самая богатая территория в России. Это надо признавать. Если был бы в стране настоящий хозяин, он бы подумал, прежде всего, о тыле, которые нужно строить именно в Сибири. Сибирь должна подпитывать всю Россию. Вот это проблема. На мой взгляд, когда нужно зрить в корень проблемы, когда надо заниматься работой над ошибками, прежде всего, ошибками прошлого, вместо этого сейчас разрабатывается комплекс полумер, весьма дорогостоящих. И справедливо отметили, опять же, тоже министр экологии, что вы знаете, а основные точки, откуда надо поставлять газ, находятся далеко от нас, от города. И практически сопоставимо с универсиадой будет расход. Ну, это несерьезный разговор. Не стоит человеку жизнь этих денег. Дмитрий, мы должны к этому подойти. У нас богатое государство. Мы финансируем полностью экономику. На Запад все отправляем, все деньги в год по 200-300 миллиардов. Ну, о чем мы говорим? Деньги есть у России. И у власти это есть деньги. Они просто не хотят. У них другие задачи и цели. Я об этом только что сказал. Что власть должна служить народу. А та власть, которая не служит народу, это не власть. Понимаете, у нас власть часто, вот говорится, такими категориями, что о логике вообще можно забыть. С одной стороны, говорят, что экология плохая, прежде всего, из-за того, что не замерзает Енисей, и как магнит всю грязь притягивает. Но как решение говорят, а давайте проведем газопровод. Почему не говорится, давайте заморозим Енисей? А почему говорят про газ? У нас столько технологий сегодня. И заморозить можно Енисей, и все остальное. И газ сделать. Все можно сделать. Но для этого нужна воля. И мозги. Воля, команда. И вот именно, наверное, любовь к своей территории, к своему народу. И обязанности к своей должности, прежде всего. За которые придется рано или поздно человеку отвечать. А у нас ни того, ни другого, ни третьего, ничего нет. И вот, когда это все в совокупности, им это не интересно. Они свое дело делают. Они себе строят будущее. На сегодняшний день. Почему я сказал, мы Запад вооружаем экономически. Только не свою страну. Туда выгодно. Вот почему-то на сегодняшний день Русал с Нурникелем будет судиться в Лондоне. Или судятся уже в Лондоне. Но мы это уже проходили, когда Березовский с Абрамовичем делили свои дивиденды, или свои ценные бумаги, свою собственность в Лондоне. Почему так все не устроено? Все прекрасно понимают. И службы понимают те, которые на сегодняшний день соответственно занимают свои должности в государстве, которые должны реагировать на эти ощущения. Но никто этого не делает. Потому что у всех есть интерес. В первую очередь. В Рио губернатор Александр Ус довольно-таки так мягко прокомментировал ситуацию с газификацией. И отметил, что уголь это тоже не такая уж беда. Важно, как его сжигать. Ну, потому что мы знаем, да, технологии сжигания угля, получения от него тепла, они разные. Есть современные, где практически ничего не остается. Ну, так а у нас-то оборудование на наших ТЭЦ, оно же устаревшее. И я вот не понимаю, как за два года и федеральная кровавая власть планирует убедить или стимулировать ту же СГК модернизировать в корне свои котлы, свои печи и так далее. Это же миллиарды рублей. Кто им деньги даст? Добровольно они потратят? Ну, я вам скажу, я думаю, что и временно исполняющий обязанности губернатора УС, который вырос в деревне и знает, что такое уголь. И я знаю, 20 лет топил печку, что это такое. Ну, на сегодняшний день новые сегодня технологии есть, новые очистительные фильтры сегодня. Да, они дорогостоящие. Надо на это пожертвовать, пойти. Ну, а как? Ну, нельзя же вывозить, ну, только на яхты и на корабли, на самолеты, все остальное. Но надо и вооружать, и вкладывать в свои предприятия то, что на сегодняшний день мы это делали все время. А заставят? Так тогда и работали службы, поверьте, тогда работали службы. И по экологии, и прокурорские службы работали. Я помню, не вылазили от нас, у нас заводы. А сегодня потому что никто туда боится, туда подойти. Потому что промышленно-финансовая группа управляют сегодня, управляют чиновниками. В том числе и нашей краевой властью. И я это не удивлюсь. То, что Александру Викторовичу нужно сегодня собраться с волей и со своей, может быть, будущей, на перспективу работы, вылезти из окопа. Вылезти. Он еще находится в окопе. Он попытался на съезд депутатов собирать. Он вышел, махнул саблей и опять спрятался. На самом деле, в каком мы бардаке живем, это, наверное, самая сегодня запущенная территория Красноярского края на территории России. Во-первых, по всему богатству несравнимому, который здесь находится, и по соответствию, как мы живем. Но никто не хочет заступиться за красноярцев, за жителей Красноярского края. Открыто и сказать президенту. Открыто и сказать. Все опустились на коленочки и ждут, когда до Путина кто-то достучится другой. Какое-то письмо из-за угла дойдет до него, обращение, три вопроса там Быков задаст или еще что-то. На самом деле, сегодня президент полностью блокирован, я убежден. И идет саботаж. Потому что, и это подтверждает его послание, что идет саботаж. 14 лет он об одном говорит, и он до сих пор уверен, что все проблемы решены у нас, и с дошкольным образованием решены, и все остальное. А на самом деле это у нас ничего не решено. И никто не может сказать из власти, которые сидят вот так напротив его, и доложить в действительности. Все чиновники федерального уровня, которые приезжают с ним, ему поют песню, песенку, что все хорошо. Но наши все молчат. Потому что они боятся слова сказать. Тогда для чего они идут во власть? Кого они идут защищать? Свой карман? Все понятно. Другого, другого я не понимаю. Владимир Петрович, есть мнение, что обманывают не только первые и первых лиц государства с мест, но и прежде всего людей. Допустим, замалчивается реальная радиационная обстановка повсеместно. И вам любой эколог скажет, что тот же уголь не настолько безобидный с точки зрения радиации. Но ведь когда у нас все ТЭС дымят, и сажа, и зола скапливаются на огромных площадях. Когда у нас несколько микрорайонов, Покровка, Николаевка дымят углем. Кто-нибудь задумывается о том, что в золе, продуктах горения, есть частицы урана. И когда это десятилетиями, столетиями скапливается, концентрировано на одной территории. Это ведь такая бомба замедленного действия. Это вот у нас экология, и заболеваемости какие, мы это все видим. Но дело не в том, я когда увидел, что выступление министра, Зайцев ему разговаривал, отдавал интервью, общались они так сладко. И увидел, и он что не увидел, ни запаха, ни почувствовал. Да слушайте, ну даже по федеральной трассе, которая считается сегодня федерально ехать по свободному мимо университета, где нет предприятий никаких, посмотрите какой черный снег. Не буду говорить, взлетка там, солнечный, или там зеленая роща, или Ленинский район. Вот посмотрите, какой черный снег, этого достаточно, если ты специалист, а он министр, поэтому это говорится о том, что какой он министр. Это его характеризует, который ничего не увидел страшного на том, что на сегодняшний день. Возьми забор снега, и там все можно, вот забор снега возьми и проведи анализ. Все там написано будет, сколько чего и как. Не надо никаких этих наших заумных таких изобретений применить для того, чтобы выявить, что у нас в снегу. Я руководитель, помню, академии мне рассказывал, у меня есть дача недалеко в Гляниной, там белый снег, приезжаешь до самого апреля. А он тоже там живет. Как-то мы встретились, он говорит, я говорю, а почему вы там живете? Он говорит, там самая чистая экология. Я говорю, а как вы узнали? А он говорит, а я взял забор снега и провел анализ. И я увидел, что на сегодняшний день это одно из самых чистых мест. Вот они легко могли это сделать, но им этого не надо. Правительство, которое сегодня фенеральное у нас есть, оно ни на что не способно. Оно способно для разрушения нашей страны. В этом я убежден. Толь Петрович, говоря про черный снег, а я впервые почему-то же я в Красноярске услышал эту формулировку только от Владимира Путина, потому что для нас все-таки более привычно слышать про черное небо. Совершенно удивительные и устрашающие при этом данные звучали экологи на днях. Они заявили про снег, что он практически от КРАЗа и до почти Октябрьского района заражает снег вторым. То есть брали анализы, и чем ближе к КРАЗу, тем выше концентрация. И почему-то чем ближе к КРАЗу жилые районы, тем больше люди болеют, в том числе онкологическими заболеваниями. Они, эти экологи, подняли тему шламов, которые хранятся практически вот в виде каких-то россыпей, гор на территории КРАЗа. Почти как в Вашинске у нас скоро может гора образоваться. Слушайте, ну вот я вспоминаю свое детство. Мы топили печки углем и золу выкидывали там в огород, там туда-сюда, на дорогу там сыпали. Было такое, да, но это ничего не давало, никаких, я не помню, что у нас все там болели через одного онкологии. Это на сегодняшний день не только от угля, это прежде всего от бензола и все остальное составляющее, которое сегодня транспорт у нас по городу ходит, у нас в Красноярске низе не находится. Плюс алюминиевый завод. Я вам сказал, что мы тратили огромнейшие деньги на очистительные. Сегодня с этого производства выкачано все, все самое-самое. И тогда мы платили, я вот всем говорю, не из-за того, я не хочу ни на кого бежаться там, ни на Дерибаску, ни на кого. Что, ну случилось, случилось. Если бы Дерибаска сам бы он никогда в жизни не отнял бы у меня. У меня отняли люди, те, которые должны служить были государству. Это ФСБ приехало и все сделало со всеми этими рейдерами, которыми стояли в этой команде. Отняли всю алюминиевую промышленность для Дерибаски, которая все-таки есть справедливость. Наверху сегодня отняли у него. Я убежден. Я тогда еще говорил, в суде, когда меня судили, я говорю, пойдет такое время, этого молодого человека поднимут на самый верх и скинут, от него кости не оставят. В смысле, сейчас снимают с него, бизнес забирают? Да, Русал, он уже не президент Русал, я думаю, что ему оставили газ и сказали, занимаясь этим и не более того. Но дело в том, что алюминиевый завод сегодня, как он активно участвовал? Вот вы просто возьмите бывшего главу района Советского, спросите, в то время, когда мы работали. Даже Валерия Александровича Познякова спросите, как раз участвовал в жизни города активно и в здравоохранении. Содержал непрофильные активы. Все, все. Это было невыгодно, но мы содержали. И школы, и больницы строили, санаторий, профилаторий. Мы все делали и за очистительными следили, и огромнейшие деньги тратили. Мы тоже могли, и налогов платили одну треть краевого бюджета. Край мог распоряжаться этим. И содержали спорт и все остальное. Но к этому нужно снова вернуться, чтобы все эти предприятия краеобразующие должны социалку тянуть на себе, а не бюджет, которым сегодня не хватает у нас сегодня решать эти вопросы и проблемы. Я не хотел бы сейчас затрагивать тему краевой социалки, а вот тему их выбросов очень хочу. Потому что еще недавно ежегодно крас выбрасывал около 60 тысяч тонн вредных веществ в атмосферу. И когда мы, журналисты, интересовались, а что вы делаете, чтобы эта цифра снижалась? Он говорит, да мы все делаем. И в год удается аж на 5% примерно снижать. Так вот, сейчас поставлена задача, чтобы до 2020 года, за два всего лишь года, и КРАС, и ТЭС, и все остальные просто радикально снизили количество выбросов. Я не понимаю, за счет чего КРАС, ТЭС, все остальные вдруг возьмут и резко, как говорится, чуть ли не пробкой закроют все трубы. Новые технологии сегодня работают ученые, и давно уже это изобретены. И, думаю, фильтры те поставят, которые современные. Думать не поставят, за два года? Ну, сейчас же строят кочегарки современные. Почему раньше не сделали? Не хотели деньги тратить. Посмотрите, а кто здесь живет из них? Из них никто здесь не живет. Все руководство промышлено-финансового группы, где живет, мы все знаем. Им до фени, как я помню, один мне сказал, а он говорит, платит налоги. Разбирайтесь сами. Вот так легко и просто это можно сказать. У нас должна местная сама власть, начиная городская власть, быть самостоятельной. Краевая власть должна не оглядываться, не смотреть на них. Но, наверное, все-таки, когда они попали в зависимость к этим людям, все, назад пути нет. И они никогда не выйдут на то место, с которого скажут, ребята, так завтра не можем жить дальше. Потому что нужно сегодня проводить в Красноярске, а не в Москве эти встречи с промышлено-финансовыми группами. Здесь надо спрашивать, в законодательном собрании, в кабинете у губернатора. Вот где они все должны быть. Атолий Петрович, как Вы считаете, насколько качественно власть и ученое сообщество пройдут работ над ошибками к 15 июня? Насколько конструктивно и эффективно будет эта система? Дмитрий, уж на то пошло. Ладно, я убежден, что в Красноярске у наших ученых хватит знаний и опыта, как провести на самом деле, вот именно провести экспертизу действительную, которая должна показать, как, например, сколько выбросов делает КРАС, сколько ТЭЦ, сколько автомобильный транспорт, сколько эти кочегарки, которые на сегодняшний частный сектор. Ну, для этого надо поработать, провести средства и провести экспертизу. Пусть она потратит месяц и подвести, на самом деле, положить эту бумагу на стол. Мэру, губернатору отправить в правительство федеральное, которое, я уверен, что оно не услышит. Но мы должны знать, чтобы людям об этом сказать в действительности. И тогда увидишь, вся картинка будет на лицо. Дмитрий Петрович, наш разговор начал с такой формулировки, как требуется работа над ошибками. Понимаете, вы верите в компетентность наших ученых и власти, а я нет. Давайте из-за границы независимых экспертов пригласим. Я пример один приведу. 60 лет назад, когда проектировали и начали строить Красноярскую ГЭС, ученые и красноярские, и московские, и со всей страны рассчитали, что Енисей будет замерзать через 30 километров. Они ошиблись. Он замерзает через 300. И череда вот этих ошибок в промышленности, в экологии, в строительстве, некомпетенции, а где-то и вредительство привело к сегодняшней ситуации. Да нет, у меня веры в то, что безошибочно и сейчас построится план. Если история показала, что мы постоянно ошибаемся. Знаете, никто в то время не думал, что распадется Великий Советский Союз, в котором мы жили, в котором все-таки были правила жизни, установлены и законом, и законодательством. Я думаю, что никто не думал, что на электроэнергию будет такая цена. Мы помним, когда строилась Красноярская ГЭС, говорили, что для жителей города будет чуть ли не бесплатная электроэнергия. И на самом деле, что подтолкнуло именно к тому, что на сегодняшний день весь город сегодня коптит, топится дешевым углем. Да, правильно Пузнецов, когда был губернатором, сказал, зачем нам газ, у нас дешевый уголь есть на всю страну. И после этого его сделали министром. Да, вот все это сказано. Вот в советское время такого бы никто не осмелился сказать никогда. И сделать на сегодняшний день из двух копеек до семи рублей. Вот мы сами подтолкнули. Для этого я снова вернусь, что власть должна служить людям, служить обществу. Больше никому. Это не власть, которая не видит ни свой народ, ни свое общество. Это не власть. Это случайные людишки, которые через всякие лазейки добились, сели в эти кабинеты и уничтожают Россию. Ну, Петрович, из политических тем начала 2018 года опять вернулась в повестку тема возвращения прямых выборов. Эту тему будируют и политики, и общество. И этот вопрос даже задавали недавно время исполняющего обязательства губернатора Александру Усу на 7 канале. Он отреагировал, естественно, в своем духе, достаточно сдержанно, нейтрально. Не поймешь то ли за, то ли против. Лично вы какие выводы делаете? Вернут нам прямые выборы? Краевая власть в этом заинтересована или нет? Сегодняшняя власть не заинтересована в прямые выборы. Но я всегда был за прямые выборы и уверен, что прямые выборы вернут. Вернут. На сегодняшний день это, ну, должен, соответственно, закон к какому-то быть. Ну, как, если сегодня выборы президента на сегодняшний день проводят, выборы губернаторов, которые тоже отменялись, выборы депутатов Госдумы по однадцатых округам отменяли. У нас просто властью, власть наверху, манипулирует все, что хочет. Никто не хочет жить по Конституции, по закону. Закон должен для всех един быть. И для президента, и для всех. На сегодняшний день президентские выборы всем показывают. Для кого закон, а для кого нет. То, что на сегодняшний день я увидел по центральному телевидению, тот бардак, который позволяет только единичным людям материться, оскорблять кандидата и всяко называть, как бы кто ни относился, но она женщина. Пришла в прямой эфир, и так с ней поступил Жиленовский. Я думаю, что власть должна завтра его отправить туда, где он должен быть. И сказать, ты там и находись. Но больше на государственной телевидении не ногой. Ну, у нас все проглотили. Только женщины сегодня по углам обсуждают, ну, как можно так женщины поступать. И правильно, что у нее духу хватило его остудить немножко. И сегодня я слышу, что даже уже какой-то помощник депутата от ЛДПР толкнул или ударил ее, облил там или еще что-то. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Это спойлер. И не более того, власть той. Только ему разрешено, где он в Государственной Думе выступал и обещал вешать депутатов от Единой России. Ну, что это за власть? И так у нас во всем. Вот, а то, что на сегодняшний день я видел по седьмому каналу, Александр Викторович давал интервью. Я видел, сказал, он это самое, меня знают, что я соглашусь с ним. Когда он сказал, что выборы покупаются, я полностью с ним соглашусь. Если сегодня временно исполняющий губернатора это осознает и понимает. А я тем более, мы это на себе, это испытали как никто. И как на сегодняшний день Назарова за 500 рублей покупали голоса. Это все доказано, но ни один суд не хочет разбираться в этом. Доказано. С материалами, со свидетелями, никто их не хочет слушать. Со свидетелями председателями избирателей комиссии, которые на местах давали показания вживую, как их потом заставляли переписывать протоколы вручную. Никто не хочет ни в чем разбираться на сегодняшний день. Потому что они схватились за эту власть и думают. Вот знаете, это сверху отмашка им такая была. Поэтому они друг друга поддерживают и делают все то, что творят. Ну и то, что на сегодняшний день митинг проводили, вот я посмотрел, каким путем этих людей. Я не думаю, что это делает сам президент, с его подачи. Но это делает, опять же, это Единая Россия. Которые, вот такие как Толмачев, они специалисты по этим делам. А я сейчас особенно увидел, а он, оказывается, не только по этим делам специалист. Вот такие люди сегодня прошли управлять Россией. Они управляют. Анатолий Петрович, все-таки возвращать прямые выборы или вообще ввести какой-то диалог о преобразованиях, о реформах, мне кажется, не просто с Единой России. Я бы хотел, знаете, сказать совершенно по-другому. Поэтому власть должна взять ответственность на себя за все, как живет страна. И ввести прямым указом стопроцентное голосование. Почему гражданин не должен участвовать в выборах? Это его обязанности. Это его обязанности разобраться, за кого он будет голосовать. Но прийти проголосовать. Он живет в этой стране. Вот я бы сделал вот так. Как в Израиле, как в других. И вот Путин говорил, по-моему, вы слышали, что кто не служил в армии, что на государственные посты. Это нужно ввести. Мы должны ответственности нести на себе общество за свою страну. А не ждать только от власти, что власть только перед нами. Мы сами выбрали эту власть и сами позволили делать с нами то, что они делают. Мы должны и себя винить в этом. Не только власть. Не только, например, президента, губернатора, мэра и все остальное. Мы сами позволяем это делать с нами. Кирилл Петрович, один простой пример про ответственность. Как договариваются политики с Единой Россией? Вот принимает Единая Россия закон о запрете прямых выборов по всему краю. И говорит, голосуйте за, потому что вот выйдет из Горсовета, и мы сделаем исключение для Красноярска. Мамой клянемся. Затем те же патриоты России выступают один, второй, третий раз. Фракция Единой России в Горсовете. Что делают? Блокируют. Затем напрямую Иван Серебряков выходит с инициативой вернуть прямые выборы. Единая Россия блокирует 37 голосов. Из них, в том числе, и спикер против. Дим, вот эта партия Единой России для этого была и придумана. Чтобы разрушить Россию, разрушить вообще саму власть в стране. Развратить эту всю власть. Посмотрите, сегодня не с кого выбирать. Даже глав районов. Глав районов, не буду говорить мэров сегодня. Посмотрите, как Красноярский край. Второе место по географии, по величине занимается по площади в стране. Ну, посмотрите, людей не осталось. Цельных, со стержнем, государственников, патриотов на самом деле. Наш городской совет доказал. 14 депутатов прошло. Посмотрите, как их купили за 3 копейки. Сущность такая сегодня людей. Сущность. Сегодня митинг, который проводил Владимир Владимирович в Москве. Посмотрите, за 450 рублей люди себя продали. И предали своих детей и внуков в будущем. Мы сами в этом виноваты. Не надо сегодня винить только одну власть. Именно не надо такую. Я хочу сказать. Спасение России, это когда придет такой, как Сталин. Другого пути не будет. Иначе мы потеряемся все. Мы потеряем свою страну, территорию. Чем бы Путин не Сталин? Я думаю, что Путин не самостоятельный человек. Я вот вам вернусь изначально, вот эти 14 посланий, и хоть заодно он потребал. Почему не выполнено? А ему докладывают, что выполнено. А на местах это нет. Даже говорить о том, что год назад он был здесь по универсиаде. Отставали на 2 месяца, а сейчас на 4 месяца. На 8 месяцев. Он должен принять меры бы. Силовики все сидели. Министр МВД сидел. Потом все федеральные чиновники сидели. Губернатор временно исполняющий наш сидел. Это в стране бардак. Полный бардак. Полный бардак. И когда я увидел на сегодняшний день послание, повторяется, и все там, ой, на всех государственных каналах все запели дифирамбы. А чего запели? Что Владимир Владимирович осмелился игрушками кого-то пугать? Знаете, мы серьезные люди, вот все мужчины меня поймут, что настоящие люди, мужчины, никого не пугают. Они делают. Спасибо. Это видео-версия интернет-газеты красньюс.ком. Я журналист Дмитрий Полушин. Благодарю за интервью красноярского политика, бизнесмена, профессионата Анатолия Петровича Выкова. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»